Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы с вами вновь в Измайловском парке. Ура! И прежде чем на сцену выйдут наши замечательные, лучшие наши юмористы и певцы, я хотел бы немножечко подготовить вас к юмору, постараюсь рассказать вам что-нибудь, на мой взгляд, смешное, а потом уже я буду объявлять всех выступающих, буду говорить о них что-то хорошее обязательно, потому что не похвалишь, так и не продашь, правильно? Вот скажите, какой самый любимый праздник в году? Ну, думает, 1 мая, Новый год, там все... Нет, самый любимый праздник – это день рождения. Конечно, если свой. Потому что если чужой, то это проблема. Надо подарки дарить. Не, я не против подарков. Я вообще очень люблю дарить подарки. Но, понимаете, с каждым годом это становится все труднее и труднее. Не знаешь, что подарить. У всех все есть. Вообще, надо вам сказать, что подарки делятся на две категории. Значит, одни подарки – это те, которые фиг нам кто подарит, а вторые – это которые нафиг нам никому не нужны. Ну, не знаю, что дарить. Я, честно говоря, придумал свой способ для того, чтобы дарить подарки. Вот то, что мне дарят на день рождения, я потом весь год и раздариваю всем. Но тут важно, понимаете, не промахнуться. Как-то постараться не подарить тому человеку то, что он тебе уже подарил. Я так одному приятелю подарил на день рождения такую пепельницу чугунную, медведь с раскрытой пастью, килограмм на пять. Он меня этим медведем чуть не убил. Он к нему четвертый раз вернулся. Такой медведь, понимаете, шатун такой, да? Но надо сказать, что самый трудный подарок – это подарок жене. Вы заметили, когда приходишь в магазин, подарок покупать женщине, да? Продавщица спрашивает, вам жене или подороже? А мне и жене, и подороже. Потому что жена моя по подарку сует, как я сейчас ценю. Я однажды ей подарил блюдце с чашкой, а чек положил от телевизора. Вот она довольна была. Но я вам хочу сказать, я, понимаете, у меня ведь какая задача? Подарить ей что-нибудь такое дорогое, но за небольшие деньги. Поэтому все последние годы я ей дарю кольцо с бриллиантом. Дорогое, потому что все-таки золото, а бриллиант ни один знакомый цыган на рынке вставляет. Да, такой уникальный парень совершенно. Он мне года два назад обещал даже яйцо Фаберже достать. Ну, потом долго извинялся, говорил, что не мог этого Фаберже догнать. Второй по значимости, по трудности подарок, это подарок тёщи. Тут шутки в сторону. Потому что тесть решился с тёщей пошутить на день её рождения. Она ему говорит, подари мне какой-нибудь электрический прибыль. Ну, это кофемолку или кофеварку. А он решил пошутить, говорит, а электрический стул не подойдёт? И, главное, шутка ему недорого обошлась. Только стоимость такси в травмопункт и обратно. И всё. А так всё нормально. Вот. А, ну, поскольку она женщина у нас начитанная, я считаю, что лучший подарок – это книга. Особенно если в неё положить побольше денег. Она мне года два назад подарила на день рождения такую коробочку. Говорит, это фирма «Жилет» 58 лезвий. Пользовался, говорит, зятёк. Я открыл и обалдел. Оказалось, это кухонная тёрка. Да. А у меня вот соседка такая, Анна Павловна, она вообще считает, что мужу на день рождения ничего дарить не надо. Я говорю, ну, как же так, ну, надо хоть раз в году побаловать человека-то, мужа-то. Она говорит, нет. Баловать мужа надо каждый день холить и лелеять. У него от этого растут и холка, и лелейка. Мудрая женщина, правильно? А вы знаете, а сейчас ведь эти подарки надо дарить уже не просто на день рождения, а вообще на каждый праздник. Там Новый год, 23 февраля, 8 марта. Мы своему главному бухгалтеру на Новый год подарили сувенирную бутылку водки в хорошей коробке такой. Ну, не удержались, выпили всю водку, залили туда воды, закупорили и подарили. А он такой добрый оказался. Всю эту водку раздел по стаканам, и мы, как дураки, пили её, крякали и говорили, эх, хорошо пошла. Ну, 8 марта – это праздник со слезами на глазах. Потому что всем женщинам в коллективе надо дарить шампанское, наборы конфет, шампуни там, духи. Ну, мы своему начальнику подарили на 8 марта бутылку виски со словами «ты, конечно, и женщина, но редкая». Да, 1 апреля. 1 апреля – день дурака, наш праздник. Хочешь, не хочешь, надо какие-то шутки дарить и подарки дарить. Я жене говорю, ты какие подарки больше любишь? Много маленьких или один большой? Она говорит, много маленьких. Ну, я ей подарил стакан с семечками. Вот смеху было. Только смеялся я один. И то недолго, пока стакан до головы не долетел. Ну, 1 мая – день солидарности трудящихся. Ну, я своему другу, трудящемуся, отзверевшему от одиночества, подарил на 1 мая надувную тётку. Надул её и подарил. Он на другой день вернул мне её со словами «дура, дура». Ни одного слова в кроссворде подсказать не может. Ну, и 5 мая – мой день рождения. Все пришли, и сотрудники, и друзья, и соседи. Все пришли, подарки подарили. Я глянул и обалдел. Вот всё, что я им целый год дарил, всё назад ко мне и вернулось. Сейчас я хочу пригласить на сцену юмориста, которого, конечно, вы все знаете. Это один из самых, значит, у нас таких популярных юмористов. Он очень востребован. Вы знаете, у него концепты расписаны за несколько месяцев вперёд. Ну, когда я с ним познакомился, он был просто бизнесменом, бывшим цирковым артистом, акробатом, который с цирком Дюссалей объездил весь мир. Ну, вот так получилось, его в аншлаг привёл такой артист Николай Лукинский. Они играли там миниатюры. Потом он обратился ко мне, я ему написал номер, он с ним выступал. А потом он сделал сам номером такой, после которого его сразу в три или в четыре передачи его позвали. Монологи читает, я не знаю, кто у нас так ещё читает монологи, как он, но ещё он превосходно рассказывает анекдоты. Ну, вот просто настоящий наследник Юрия Владимировича Никульна. Тем более, что тоже цирковый артист. Я вам расскажу один анекдот из его, значит, репертуара. Продавцов шаурмы подходит покупатель и говорит, скажите, пожалуйста, вот эта ваша шаурма, она раньше что делала, мяукала или лаяла? Продавец говорит, она раньше глупые вопросы задавала. Ну, я бы мог много рассказать анекдотов из его репертуара, но не буду этого делать, потому что он сам это делает значительно лучше. Игорь Маменко, встречайте его! АПЛОДИСМЕНТЫ Мы с моим другом Витей, заядлые путешественники, и однажды в составе туристической группы приехали покорять Северный полюс. Не успели распаковать вещи, как Витёк мне говорит, пойдём пофоткаемся вон к тем Торосам. Отошли от станции, пофоткались. Витёк говорит, хочется адреналина. Давай разденемся до трусов и запечатлеем себя для истории вон на этой льдине. Будет снимок на все времена. Мы разделись до трусов. Витёк поставил фотоаппарат на треногу. Установили выдержку. Мы забрались с Витьком на льдину. Широко улыбнулись. И тут из-за Тороса выходит огромный белый медведь. С нас адреналином чуть трусы не сорвало. Медведь подошёл к фотоаппарату. Обнюхал его, сел рядом. А мы с Витьком как две фотомодели в мини-бикини. Витёк, плацая зубами, говорит, какая-то неправильная фотоохота. Я ему говорю, а по-моему, всё правильно. Белый медведь фотографирует двух дятлов на природе. Витёк, говорит, а почему медведь, глядя на нас, всё время лапой затылок чешет? Я ему говорю, не может понять, почему тюлень не в трусах. А если он на нас сбросится, мы разве успеем что-то сделать? Я говорю, конечно. Успеем рассчитаться. Витёк, говорит, на первое и второе? Я говорю, нет, на первое и второе. Тем временем стало резко холодать. Витёк спрашивает, ты сейчас о чём-нибудь жалеешь? Я ему говорю, жалеешь, у меня трусы без воротника. Витёк, плацая зубами, спрашивает, а что ты предпочтёшь, чтобы медведь начал нас съесть с головы или с ног? Я ему говорю, я предпочтёшь, чтобы медведь начал нас съесть с тебя. Мы начали кутаться в трусы, и я был приятно удивлён своей гибкостью, потому что мне удалось спрятать в трусы даже плечи. Витёк умудрился спрятать в трусы сразу и плечи, и колени. Вдруг Витёк встрепенулся и говорит, слушай, а может, это вообще самка медведя? Тогда давай спустим трусы, она застесняется, убежит. Я ему говорю, на улице минус 40. Чтобы она застеснялась, когда мы спустим трусы, у неё в лапе должно быть мощное увеличительное стекло. Витёк говорит, а я всё-таки попробую. И спустил трусы. С меня. И сразу стало понятно, что медведь – самец. Несмотря на то, что это был медведь, ржал он, как лошадь. Помнится, перед поездкой на полис я мечтал увидеть полярного песца. И теперь я понимал, что песец уже близко. Тем временем температура упала до замерзания ртути. Медведь натянул на себя мой пуховик и застегнул молнию. Когда медведь стал натягивать на себя мои ватные штаны, мы поняли, что это шанс. Мы спрыгнули со льдины, но медведь шустро натянул штаны и бросился за нами. Мы с Витьком стали носиться по кругу вокруг торосов. Витёк сразу вырвался вперёд. Удивительно, какое преимущество в беге по льду дают нестриженные на ногах ногти. Где-то через час мы поняли, что спринтеров только двое. Медведь сидит в стороне, зевая, смотрит, как мы бегаем. Мы остановились. Медведь шагнул к нам. И тут мы увидели, как к нам приближается начальник полярной станции Петрович. Я вспомнил, что хищники обычно поедают больных и слабых. Петрович был на костылях и издалека напоминал шашлык на шпажках. Медведь, увидев лёгкую добычу, шагнул к жертве. Петрович, завидев хищника, дал предупредительный выстрел, хотя ружья при нём не было. Потом резко развернулся на 180 и показал медведю, что значит полный привод. Костыли работали, как пропеллеры на Ан-24. Через две секунды Петрович ушёл в точку, и мы с Витьком опять остались с медведем один на один. И вдруг наш замёрзший фотоаппарат очень громко щёлкнул, медведь испуганно убежал, и мы были спасены. И теперь у меня дома в зале висит огромная фотография, на которой мы с Витьком в трусах у торосов, а рядом белый медведь в куховике. И подпись над медведем. «Приезжайте к нам на Колыму». И над нами с Витьком. «Нет, уж лучше вы к нам». Спасибо. Аплодисменты. Она всё время попадает в какие-то странные ситуации, смешные. И знаете, я хочу рассказать одну историю. Ну вот она её не рассказывает, а я её знаю. Это не про неё, а про её мужа. Муж у неё был замечательный спортивный журналист Юрий Зрачернинов. И он мне лично рассказывал, что он в молодости снимал комнату в Останкине. И хозяйка рассказывает ему, что повадился какой-то человек, вот идёт прохожий, он говорит, нет закурить. Пока тот начинает подниматься, он бьёт ему по голове и убегает. И вот этот Юра мне рассказывает, говорит, иду я вечером, никого нет, темно. Вдруг подходит, как мне, какой-то тип и говорит, закурить не найдётся. Я не стал ждать, как врезал ему по башке и побежал домой. А на утро хозяйка мне рассказывает, опять этот бандит избил кого-то. Вот такая история. Ну а теперь немножечко о ней. Я считаю, она создала на сцене огромное количество замечательных образов. Она никогда не повторяется. У неё всегда какой-то, она находит какую-то изюминку, какую-то подсмотр в жизни, какую-то черточку. И делает из этого настоящий, хороший, иногда глубокий, серьёзный и всегда смешной образ. Образы её вы знаете. Особенно, я думаю, вы знаете её тётю Соню. Итак, народная артистка России Клара Новикова! Вот сейчас Леон рассказывал какие-то, что я всё время попадаю в какие-то смешные ситуации, дурацкие. И я, стоя там за кулисами, вспомнила историю, которая была несколько лет назад, когда была пандемия. Я 4 месяца просидела на 17 этаже у себя дома, потому что нельзя было выходить. И вот когда я уже совершенно устала сидеть, я думаю, ещё немножко, я с ума сойду. Я вызвала водителя, говорю, Коля, везите меня куда-нибудь. Куда вас везти, Клара Борисовна? На Красную площадь. И какое моё было удивление, когда я приехала на Красную площадь и увидела огромное количество гуляющих людей. Тут такие люди, едят мороженое, уже тепло. И вдруг я вижу китайцы, делегация китайская. Они стоят, и какая-то это человек, 15, и рассматривают что-то на траве. Знаете, где Васильевский спуск, там трава такая. Стоят, рассматривают, смотрят, что-то говорят, 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 смотрят, что-то делят. Я думаю, что же они там увидели? Я подхожу поближе, вот так вот на цепочках. А я же невысокого роста, но рядом с китайцами трудно быть невысокого. Вы понимаете, да? Да. Я смотрю, на траве лежит Ленин. Ну, пьяный такой, мертвецкий. Ну, просто разбросал руки, ноги, лежит. А вы же знаете, что по Красной площади ходит Ленин, фотограф, и Сталин. И этот Сталин, его все время спаивает, этого Ленина. Лежит Ленин, мертвецкий, пьяный, китайцы вокруг него. Они только что вышли из Мавзолея. И у них шок совершенный. Они его поднимают и несут в Мавзолей. А Мавзолей, вы знаете, он работает до какого-то определенного часа и закрывается. Я никогда не видела, что в Мавзолее можно постучать. И оттуда откроют. Охранник открывает. Они ему тычут этого Ленина. А он говорит, не надо, у нас свой там. Что было дальше, я не знаю. Но это та история, которую я видела своими глазами. Я не придумала ни одной буквы. И вот когда Леон говорит, что я все время попадаю. Ну, если я попадаю, ну, что же мне делать? Ну, так же бывает. Вообще, ощущение, ощущение, что мы с вами знакомы всю жизнь. Всю жизнь. Я все-таки думаю, что многие из вас просто... Ну, я не могу сказать, что выросли на мне. Это как-то бы не очень хорошо было бы. Ну, как-то вот, знаете, у жизни, как-то мне кажется, есть круг. Это называется вот жизнь. Что такое? Замкнутый круг, как мне кажется. Это ронда. Ронда — это такая музыкальная форма. Замкнутый круг. Смотрите, вот сами посудите. Что такое успех в пять лет? Проснуться сухим в постели. Что такое успех в семнадцать лет? Ну, провести ночь с женщиной. Ну, примерно, правда? Что такое успех в двадцать пять лет? Найти хорошую жену. Что такое успех в сорок пять лет? Работа, дом, семья, жизнь кипит. Что такое успех в пятьдесят пять лет? Найти хорошую жену. Что такое успех в шестьдесят пять лет? Суметь провести ночь с женщиной. И что такое успех в восемьдесят пять лет? Проснуться сухим в постели Между всеми этими событиями происходит жизнь Что тут сказать? Вообще, обо мне говорят, что я экзальтирована Я такая экзальтирована Ну, может быть, не экзальтирована Но какая-то очень нервная Ну, знаете, если я себе скажу Ну, вот, знаете, вот я когда захожу в магазин А там женщина пол моет в магазине Вот я становлюсь, стою Она говорит, а что вы стоите, проходите Я говорю, так вы же пол моете Она говорит, да уже человек 10 прошло, проходите Ну, куда же я пойду? Она говорит, что ж вы Я говорю, и вдруг, понимаете, я дома Я дома забыла сменную обувь Ну, представьте Ну, что я могу сделать? Вот я такая, такая какая-то Ненормальная А если я уже в магазине ничего не купила Если бы вы знали, как я иду мимо охранника Я ей карманы выверну и юбку подниму Чтоб он видел, что я ничего не сперла Так он меня до двери проводит Чтоб я по дороге ничего не тиснула Ну, понимаете? Ой, как это даже неловко себе это говорить Вы знаете, я очень люблю балет Я так люблю балет Я смотрю все балетные премьеры Я ужасно люблю Но когда я бываю в театре И когда на сцену выходит танцовщик Мужчина Я опускаю глаза Мне кажется, что все Все будут смотреть туда, куда мне интересно А мне интересно, что они туда подкладывают Почему? Ой, я не знаю, как Знаете, знаете, вот со мной приключаются всякие истории Вот я на работу езжу на автобусе А там нужно через лесок пройти Это было весной Я приехала через лесок И на меня Ну, прямо там Сексуальный маньяк Напал Я в белой юбке Он меня извозил В песке И все Белая юбка была вся в траве Знаете, что я сказала ему? Я говорю Мужчины, не волнуйтесь Я дома все тайдом отстираю Ну, вы понимаете? Он мне показал Вот и сбежал от меня Вот так Вот так Ой Я так устала Мне так хочется отдыхать Я устала от всего От всего, что происходит Так как это грузит И грузит И грузит И грузит Я думаю, надо поехать Надо поехать на курорт Надо отдохнуть немножко Чтобы перевести дух Ну, я мужу сказала У меня, Валерий Павлович Он был занят на работе Он никуда не мог У него какие-то отчеты Я говорю, ну, ладно Сиди дома Сама Я заказала билеты Вот в интернете Через две недели Мне ехать Ой, заказала билеты Села на стол Попить кофе И вдруг Мне как обухом А вдруг Пока я буду Отдыхать Валерий Павлович Приведет домой Любовницу Боже мой Книгу Книгу Криминалистика В судебной медицине Пускай она знает Мои интересы И последний Штрих Пеньюар Я достала его Из красивого пакета Вы даже не понимаете Каких он денег стоил Размер даже на ногу Мне не налез бы Я так двумя пальчиками Бросила На спинку Кровать Пускай эта сука Знает С кем соревнуется И тут С работы Пришел Валерий Павлович Я на него посмотрела Думаю Боже мой Она же решит Что я с ним живу Она же подумает Что я вот этим вот Добольствуюсь Нет Он хороший Он интеллигентный человек Он интеллигентный Он даже знаете Сорок раз Отжимается от пола Это я ему сказала Что он отжимается Я не могла ему сказать Что он Пружинит на животе Нет Правда А что я знала о сексе Что Что я знаю о сексе Я думала То что у нас Валерий Павлович Это и есть секс Он даже пришел Простыл Чихал Сморкался Я сварила картошку Засунула под одеяло Говорю Иди дыши Над кастрюлей Боже мой Он так дышал Над этой кастрюлей Он никогда Так надо мной Не дышал А потом я Я вдруг подумала Я вдруг подумала А вдруг У Валерия Павловича Вот с этой вот Вдруг у него ничего не получится Как же я людям в глаза смотреть буду Как же я на улицу выйду Я подумала Черт с ним Черт с ним Черт с ним Черт с ним С этим курортом Не поеду Все-таки я ответственна За моего Валерия Павловича Это я его приучила К такой жизни Все Народная артистка России Клара Новикова Артист Которого я хочу пригласить на сцену Уже более 50 лет С огромным успехом Выступает На эстраде Практически в юморе Он Может делать все Он пел куплеты Он пел частушки Он танцевал на сцене Он играл в миниатюрах С другими артистами Но лучше всего Конечно Он читает Монологи Монологи Это его конек Он их Я не знаю Бесчетное число За эти годы исполнил Даже издал Две или три книги Своего репертуара Которые он исполнял С успехом На всех площадках Не только России Но и за рубежом Я вам хочу сказать Что он вообще Многосторонне развитый человек Ну Например Он мог бы быть Совершенно спокойным Искусствоведом Настолько хорошо Он знает русскую живопись Он мог бы быть Профессиональным букинистом Настолько хорошо Он знает Старую книгу Но однако Он остался верен Своей профессии И надо вам сказать Что профессия Всегда идет ему навстречу Она верна ему Потому что он фанат Нашего жанра Кроме того Он еще Делает И ведет Телепередачи В которых И сам же Еще и снимается Как участник Этих телепередач В общем Я вам много Про него рассказал А вы уже давно Поняли О ком речь идет Итак Встречайте его Народный артист России Евгений Петросян АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У меня антитела. АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому я без маски. Слава Богу, начинаются наши концерты после долгого-долгого перерыва. Мы очень рады вас видеть в зале. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня я выступаю перед вами как докладчик. Вот у меня доклад. Каждый год на нашей юморине, теперь уже в Сочи, я делаю доклады о нынешнем состоянии нашего остроумия, нашего юмора, нашего народного юмора. Это большая селекционная работа. Потому что юмора много. А вот чтобы остроумно пошутить и при этом смешно, это мало кто умеет. Бывает, человек пытается что-то сделать, но не получается. Ну, ничего, в следующий раз, может быть, получится. Это нужно найти от общей массы 0,1%. Чтобы было и остроумно, и смешно, и любо сердцу зрителя. Сегодня я сделал выдержки. Меня кто-то даже поругал, потому что я вот по бумажке читаю. Я специально читаю по бумажке, для того, чтобы это выглядело как цитата. Что это не мое. Это народный юмор. Бывает остроумно, бывает смешно. Но не остроумно. Такое тоже бывает. А бывает и то, и другое. Я подобрал разные. Начнем с остроумных фраз. Скоро появится налог под названием «Просто так». И штраф «Какая разница за что». По-моему, очень остроумно. Как вы считаете? А вот какая ироническая фраза. Сколько в ней оттенков. Сколько в ней иронии над собственной жизнью. Вообще над нашей жизнью. В принципе, если не покупать, то цены нормальные. Я горжусь нашим остроумным, потому что считаю его самым ярким, самым элегантным, самым тонким. В хваленом английском юморе где-то 90-95% бесстыдства, вседозвольности, ну, ненормативной лексики и так далее, и так далее. У нас только 60. А вот в 40 я разбираться начал. С самого начала своей деятельности. С 57-го года у меня эти наборы, значит, я все время коллекционировал еще мальчишкой. У меня целый шкаф вот таких вот докладов. Целый шкаф выборок из нашего остроумия. И сегодня я вас, значит, обдам целым водопадом. Копишь-копишь себе на ламборджине, а потом бац! И не сдержался. Купил беляш на остановке. Задача. В бассейн втекает 400 литров воды, а вытекает 405. Вопрос в задачке. Есть ли совесть у купающихся? Очень хорошо. Если дым стелется по земле, вернитесь и выключите утюг. Если поднимается столбом, можете не возвращаться. А вот еще элегантнее. Алкоголик Степан пошел в лес, чтобы посетить белок с ответным визитом. Великолепно. Аплодисменты адресуем неизвестному автору. Объявление. Увеличение груди, губ, ягодиц и других частей тела без операции. Обращаться к пасечнику Кузьме Петровичу. Самая короткая шутка. УЗИ показало. Будет свадьба. АПЛОДИСМЕНТЫ И остроумно и смешно, пожалуйста. Алло, скорая? У меня только один вопросик. Я поела селедки и запила молоком. Скажите, клубнику мыть или уже все равно? АПЛОДИСМЕНТЫ Министр образования 10 раз не смог сдать ЕГЭ. Министр здравоохранения потерял сознание в очереди в поликлинику. Депутат умер с голоду, прожив месяц на детское пособие. Только после этого пенсионер Иванов отпустил в озеро золотую рыбку. Поздравим его. АПЛОДИСМЕНТЫ Бабушка Зина выпила 10 бутылок Редбула и задоила корову насмерть. АПЛОДИСМЕНТЫ Водитель троллейбуса съел сникерс и не тормозил 10 остановок. Вчера ящик водки напал на двух мужиков и отобрал у них всю зарплату. Совершенно неожиданная картинка. Один парень по вечерам смотрел в бинокль на девушку, живущую напротив. Ну, озадаченные, озабоченные. Утром у него раздается звонок. Женский голос спрашивает. Ты не видел, куда я вчера колготки положила? АПЛОДИСМЕНТЫ Объявление на пляже. Девушка с пятым размером бюста. Перестаньте выныривать возле пенсионеров. Скорая не справляется. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот рыба раньше была в реке. В воду без трусов не зайдешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Мальчик Петя ударил молотком по пальцам учителя труда. И получил пять. По крайней мере, ему так послышалось. Очень остроумно. Вот это мне нравится очень. Скажите, у вас еще работает тот официант, которому я сделал заказ? АПЛОДИСМЕНТЫ У вас картошка на посадку? Нет, блин, на взлет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Она мне изменяет? Это тайна исповеди, олень мой. АПЛОДИСМЕНТЫ Иди с миром, не зацепись. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потом, 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 потом. Попросила мужа купить мне золотое кольцо. Купил. Сижу, слушаю Кадышеву. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хотела на Новый год нарядиться снежинкой. Надела белое платье, белые колготки. Смотрю в зеркало и думаю, НИФИГА СЕБЕ, СУГРОБ! АПЛОДИСМЕНТЫ Я слежу за своей фигурой. Но, как только отвлекусь, она уже что-то жрёт. АПЛОДИСМЕНТЫ Женщина рассказывает, сегодня в газете прочиталось, что в нашем лесу завёлся сексуальный маньяк. Еле влезла в вечерний автобус. АПЛОДИСМЕНТЫ Одни бабы и все, как я, за грибами. АПЛОДИСМЕНТЫ Все, не бежала за маршруткой, споткнулась, упала в лужу. Рядом проходил мужчина, сказал, Думаешь, вплавь быстрее, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Купила шляпу, надела, посмотрелась в зеркало. Дура-дура. Сняла шляпу, снова посмотрела. Да, не в шляпе дело. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вот из Одессы прилетела. Алло, Раечка, по телевизору сказали, что сегодня убили какую-то старую проститутку. Я звоню узнать, все ли у тебя в порядке. АПЛОДИСМЕНТЫ После часа езды с блондинкой за рулем навигатор спросил, Так, ну и где мы? АПЛОДИСМЕНТЫ В стихотворной форме тоже очень много всякой, всячины. Однажды в студенную зимнюю пору охотник свалился в глубокую нору. Мне что же ворчит, до весны здесь сидеть? Да ты оптимист, отозвался медведь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Карлсон, почему ты плачешь? Штанишки с пропеллером улетели. АПЛОДИСМЕНТЫ Да хрен с ними, да в том-то и дело. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В высокогорном ауле старика спрашивает, Дедушка, вам сколько лет? Сто пятьдесят восемь. Ого, а вы пьете, курите? Конечно! А то так вообще никогда не сдохну. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ого! АПЛОДИСМЕНТЫ Небось, опять муж довел. АПЛОДИСМЕНТЫ Ого! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну ладно, держись за сиськи, попрыгаю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В БЛАГОУСТРОЕННОМ ПАКЕТЕ АПЛОДИСМЕНТЫ Грибников со своими старыми мухоморами Просьба не беспокойно. АПЛОДИСМЕНТЫ И в заключении совет. Улыбайтесь широко, чтобы все ваши проблемы спотыкались о вашу улыбку. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу сказать, что я с детства любил петь. Да, и даже зарабатывал этим деньги. Соседи платили мне только, чтобы я не пел. Дело в том, что голос у меня сильный, но противный. А слуха вообще нет. На уроке пения учитель пения Иван Иванович попросил меня спеть. Я спел. Он вынул какую-то коробочку, достал эту таблеточку, положил под язык, и когда отъегло, сказал, дети, никогда не обижайте этого мальчика. Ему слон на ухо наступил. Я робко сказал, медведь. Он сказал, правильно, и медведь тоже. После этого я никогда не пел, но очень люблю, когда поют другие. Я так понял, наконец-то, что для того, чтобы петь, надо иметь голос, слух и даже музыкальное образование. Но и этого мало. Иногда нужно, чтобы было везение, нужно напор какой-то. И удача должна быть. А иногда просто изобретательность. Как в миниатюре, которую нам покажут Валерий Пономаренко и Александр Озеров. Встречайте их. Вы крайний. Я... Нафига так орать? Я... Я спиваюсь. Чего? Я спиваюсь. Это плохо. Алкоголь враг. Да не спиваюсь. Пою. Я пятиюю. О-о-о. У тебя дефект. Тебя не примут. Да. Есть проблемка. Не выговариваю букву Е. Какую букву? Е. Не понял. Ну, яга. Баба-яга. Ну, какая баба? У баяна яга. Какой еще баяна? У тебя. О, я понял. Ха. Ну-ка, повтори. Фыр. Фы. Да не фы, а фыр. Плавленый фыр. У-у-у. Я смотрю, у тебя тоже дефект. Скажи шоссе. Афе. Шаляпин, шапеляпин, тебя заюбят. О, естественно. Меня все любят. Нифего. На таланте проскатил. Ой, Ли. Вот я, например, полагаю, что свой шайм фактую. Кстати, будем знакомы. Я Ёбейт. Роберт. Ёбейт. Юмкин. Юмкин. Да не Юмкин. Юмкин. А, Рюмкин. А я Фтаф. Стас. Да. Фывковский. Сиськовский? Фыв. Фовский. А, Шишковский. Следующая на кастинг. Ну, давай, иди с Богом. Нет, 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 нет. Ты меня пьевал. Нет, нет, нет. Ты первый стоялся. Нет, иди первый. Иди первый. Ну, что ты? Иди первый. У меня идея. Слушай. А давай скажем, что мы дуэт. Ну, собрали быстрее. Я за тебя буду петь букву Р. А, я за тебя свистящий и шипящий. Да. Ну, ес. Кстати, а что будем петь? Да, я не знаю. Ну, подмосковные ветерапки. Ну, ладно, пошли. Доп... Салют, комиссия. Привет. Мы дуэт. Это Роберт Рюмкин. И Стас Шишковский. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш дуэт называется... Называется... Русские просторы. АПЛОДИСМЕНТЫ Слова Матусовского. Музыка... Музыка... С... 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 Ты даже шорохи Все здесь замерло до утра Е-е-е-е-е-е-е-е След знали вы, как мне дороги Подмосковные вече. Спасибо. Еще что-то? Еще. Из-за острова нас речей на простор речной волны Выплывают расписные стенки разеначены. Выплывают расписные стенки разеначены. Выплывают расписные стенки разеначены. Все понятно. До свидания. Значит, когда выходить на яботу, да? На яботу. А сам-то не в кино, а воевковство. Пиду я. Слушай, Роберт, а почему они смеялись? Не знаю. Кстати, здесь рядом кастинг юмаистов. Может, там попьем будем? Точно, хорошая идея. Они там все с дефектами. То, что для вокалиста смерть, для юмаиста лучшая от ебучика. Пойдем. Пошли. Там прокадит. Сто процентов. Об этом артисте и авторе я уже много раз рассказывал. Рассказывал, что он учился на кинорежиссера. Рассказывал, что он написал огромное количество сюжетов для Яралаша. Кстати, Яралаш начался с моего сюжета в 1974 году. По моему рассказу был снят фильм. Вы, может быть, даже помните. Классный днепр при клевой погоде, когда кочевряжицы выпендрили, что там ненужные словечки, пара разные жаргонные словечки. Ну, что я все о себе о себе, давайте о нем. Этот вот автор, он автор и исполнитель. Он, значит, его произведения исполняли такие артисты, как Петросян, Степаненко, Маменко, Христенко. Ну, кстати, эти же артисты исполняли и мои бессмертные произведения. У меня еще и Хазанов тоже исполнял монологию «Частие в кулинарной артистии». Ну, что я все о себе, давайте о нем, ладно? Давайте о нем. Вы знаете, он, кроме того, что пишет сюжеты, монологи, миниатюры, он написал несколько пьес, какие-то из них даже поставлены. Кстати, у меня три пьесы написаны и идут в театр с большим успехом. Ну, что я все о себе, о себе, давайте о нем. Какие у него еще достоинства? Да главное его достоинство, что он дружит со мной. Итак, на сцену выходит мой друг, хороший и талантливый писатель Алексей Щеглов. Встречайте его! Недавно в нашем доме появилась новая управляющая компания. Ну, знаете, они занимаются благоустройством двора, делают ремонт в подъездах. И сегодня они мне прислали письмо в красивом праздничном конверте. Так, посмотрим. Уважаемый Василий. Хм, я уважаемый. Приятно. Поздравляем Вас с Днем работника жилищно-коммунального хозяйства. Я-то тут при чем? Но все равно спасибо. Желаем Вам крепкого здоровья, огромного счастья, а также срочно оплатить 52 тысячи рублей за предоставленные услуги. Чего? Вы там совсем, что ли, офигели? Так, что это? Две тысячи за отопление. Какое отопление? У меня зимой кот залез погреться на батарею, примерз. Я его еле оторвал. Раньше так мяукал. Мяу, мяу. А сейчас... Мяу, мяу. Ну, хоть на ветеринаре сэкономили. А это что? Три шестьсот на благоустройство двора. О, да, Вы благоустроили. Была нормальная асфальтовая дорожка. Вы ее сломали, положили плитку. У меня только два вопроса. Почему плитка черная и почему на ней надпись «Помним, скорбим»? Я понимаю, что Вы сэкономили, но не до такой же степени. Три тысячи за новые качели. Ага, я уже сдавал две пятьсот за старые. Где Вы их только взяли? Я ребенка раскачивал. Сиденье оторвалось. Ребенок улетел в открытый балкон на третьем этаже. Я поднялся. Дверь открыл сосед. А у него у самого трое детей. Я говорю, извините, но один из Ваших детей мой. Сосед глаза вылупил. Говорит, у меня давно были подозрения насчет жены. Я говорю, Ваша жена тут ни при чем. Это все из-за качелей. Мы раскачивались и случайно залетели. И главное, я еще за это заплатил две пятьсот. Сосед говорит, так Вы что, еще и за деньги? Я говорю, это-то и самое обидное. Отдать две пятьсот за такую фигню. Сосед говорит, Вам деньги, что ли, вернуть? Я говорю, денег не надо. Вы ребеночка моего верните. И скажите Вашей жене, когда будет гулять, пусть на детскую площадку не ходит. Там опасно. Можно залететь так, что мало не покажется. Договорить я не успел. Из-за Ваших сломанных качелей я получил сломанную челюсть. Восемь тысяч за ремонт крыши. О, Вы отремонтировали. Мы живем на последнем этаже. Был дождь с ураганом. Кусок крыши съехал. Все протекло так, что я соседей снизу залил. Я пришел в управляющую компанию, говорю, Извините, я соседей замочил. Что делать будем? Они перепугались, говорят, зачем Вы это сделали? Я говорю, а что Вы хотите? У меня крыша съехала. Я всех замочил на пять этажей вниз. Хотите, покажу. Там мокрое место осталось. Они под стол попрятались, кричат, не надо, не подходите, мы-то тут при чем? Я говорю, позвольте, я Вас перебью. Я хочу, чтобы Вы решили вопрос с моей крышей. Не то в следующий раз я замочу весь подъезд. Я думал, они все починят, а эти придурки психушку вызвали. Пять тысяч за вытяжку на кухне. Вот здесь я доволен. Хоть что-то сделали нормально. Когда теща стала жарить блины и включила вытяжку, ее всосало в трубу. Всю ночь в ней проторчало. Я ее оттуда еле достал. Утром соседи говорят, у Вас собака выла всю ночь. Вы ее мучили, что ли? Я говорю, это не собака, это теща моя. Представляете, я ее всю ночь доставал, хватал за ноги, пытался выдернуть, а она торчит и не тащится. Хорошо же на пилу принесла. Я в нужном месте подпилил, тещу за ноги дернул. Слава Богу, все в порядке. Живая лежит без задних ног. С тех пор теща к нам не ногой. Так что за вытяжку Вам огромное спасибо. Три тысячи за уборку территории. За какую уборку? Летом неделю не убирали тополины пух. Я писал в домовой чат. Уберите тополины пух, у меня аллергия. А Вы прислали сообщение. Дорогие жильцы, пух — это красиво. Пусть земля Вам будет пухом. А потом взяли и подожгли. Пух сгорел за минуту. Машины на парковке горели до утра. Полторы тысячи охрана. Ага, видел я эту охрану. Старенькая консьержка 80 лет. Пускает только жильцов, остальных прогоняет. Однажды мы ждали тестя в гости. Шел дождь. Консьержка стояла у подъезда в черном плаще с капюшоном на голове. Когда тесть подошел, она протянула костлявый палец и сказала, «Вы не жилец». Мы тестя неделю откачивали. 12 тысяч шумоизоляция. Ага, сейчас. В соседней квартире живет семья гастарбайтеров. А недавно к ним приехал гость. Всего один. Один кишлак. Шумоизоляция такая, что все слышно. Я за месяц выучил язык. И вот что я вам хочу, дорогая управляющая компания, сказать. Пишут. Просьба все оплатить до 31 числа. А месяц не указан. Дорогая управляющая компания, я вам обещаю, что всю сумму я вам обязательно заплачу числа 30-31 февраля. Ждите. Миссислав Ростропович был очень остроумным человеком. Я даже когда-то спросил у Бориса Бурнова, который сам не имел равных за столом. Я говорю, а кто-то в жизни встретился, кто был остроумнее вас? Он сказал, да, один только человек. Ростропович. Так вот, еще один мой друг, Айдар Гайнулин, замечательный баянист, рассказывал, как они вместе ехали с концерта в ГАИ. Естественно, там был банкет после концерта. И Ростропович после концерта повез его домой. И они нарушили правила. Ростропович на машине пересек двойную сплошную. Их остановил гаишник. И говорит, ваши права. Собирался уже штрафовать их. Но Ростропович высунулся из окна машины и говорит, дорогой мой, мы сейчас выступали у вашего самого главного начальника. Потом был банкет, мы, конечно, выпили. И этот главный ваш начальник сказал мне, езжайте домой, но только по диагонали. Артистка, которая будет сейчас на этой сцене, тоже водит машину. Никогда не нарушает правила уничного движения. Но ее все равно останавливают гаишники. Но только для того, чтобы взять у нее автограф. Потому что эту актрису любят и гаишники, и люди самых разных профессий. Да вся страна ее любит. И я ее тоже люблю. Встречайте эту артистку, мою любимую актрису, заслуженную артистку России, Елену Степаненко. Аплодисменты Алло! Машка! Привет! Ты чего ревешь? Опять что со своим автогеном? Афтандилом поцапалась. Че? Бросил тебя? Это мухоморы обглоданные. Да где же он другую такую дур себе нашел, а? Че? Не дур, дурака? А паразит, а? А как поднормального-то маскировался? Может, не реви? Не реви! Давай на него порчу напустим. Что значит, ты в это не веришь? А ты помнишь, как я своего урода заполучила приворотным зельем? Водка называется. Месяц его поила, а потом привела на почту и говорю, распишись в получении бандерольки. Он расписался и ничего не жалуется, пусть только попробует. У меня для этого амулет специально есть, сковородка называется. Очень хорошо действует, если с размаху. Че? Слышишь, о нем больше не хочешь? Это ты зря. Кому ты глухая нужна, ты будешь? Мать, ну не реви, ну возьми себе другого заведи. Ой, да ладно, все мужики одинаковые, две руки и две ноги, и посередине сволочь. Ну где-где? Ну хоть в транспорте. Знаешь, как они там пристают? Ой, недавно один ко мне пристал, говорит, ваш билетик. Я говорю, я замужем. Он говорит, билетик, билетик. Потом вообще обнаглел, говорит, пройдемте со мной. Я говорю, с какой стати? Он говорит, это моя работа. Ну проститут не иначе. Еле от него отвязалась. Хорошо, у меня в сумке амулет был чугунный. А еще лучше. Знаешь, Маша, давай объявление дадим в газету, в раздел знакомств. Ну что значит, не знаешь, что написать? Иди возьми ручку, сейчас напишем. Тебе 40 давно стукнула? Недавно. Пиши. Юная. Размер у тебя какой? Все тот же. 58-й. Пиши. Миниатюрная. Автоген твой. Давно свалил? Че? Почти месяц. Можешь спокойно писать. Девушка. А детям твоим сколько? 18-20. Пиши. С двумя прелестными малютками. Хочешь познакомиться с мужчиной. Что значит вранье получается? А че ты хочешь написать? Сорокалетняя, толстая, страшная баба с двумя оболтусами. Ищет холостого идиота. Ты мою свекровь помнишь? Она мне еще, кажется, живого царя видела. Ивана Грозного. Недавно объявление в газету дала. Романтическая девушка. Ищет надежного спутника жизни. Возраст значения не имеет. Знаешь, как деды повалили? Ну, конечно, потом сбегали. Они думали, там телятинка. А их суповой набор встречают припудренный. Один юноша в 80 лет на костылях был. Убежать не смог. Так что я теперь при новом свекре. Не-не. Размеры свои не указывай. В них мужики всегда путаются. Звонят и спрашивают. Скажите, а 160 – это рост или вес? Одной так надоело, она взяла и брякнула. Размер бюста. Знаешь, что началось? Кошачья свадьба. Кламную милицию пришлось приглашать. Что? Короткое объявление у тебя получается? Ну, я не знаю, Маша. Ну, ты же не Достоевский, не роман-идиот пишешь. Тебе живой идиот нужен. Ну, про хобби что-нибудь напиши. Что значит нет никакого хобби? Ад, Машка. Ад. Поэтому автоген ты и свалил. Маша, ты что? У каждой женщины должно быть хобби. Маш, не реви. Маш, не реви. Маш, не реви. Я сейчас тебе придумаю хобби. Так, хобби-хобби-хобби. Тин-ти. Хобби-хобби-хобби. Тин-ти. Машка, яичницу умеешь готовить? Ага. А сосиску сварить? Ага. Пиши. Хобби. Эротическая кулинария. Что хочешь написать, чтобы мужик посимпатичней был? Ой, я не могу, Маша. Ты вообще видела, чтобы хоть какой-нибудь мужик себя считал орангутангом? На иного без валидола и взглянуть невозможно. А он нос задирает, как будто у него Ален Делон папа, а Андрюша Малахов мама. Машка, пиши, что я тебе сказала. Через месяц мужик косяком поприл, как лосось на нерест. Или как кто? Маш, при чем здесь мухи? Маша, на мед летят пчелы, а мухи летят совсем на другое. Так что мухи, это скорее всего мы, бабы, летим неизвестно на что, да еще радуемся при этом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А сейчас я хочу пригласить на сцену артиста, который очень уважительно относится к прошлому. Очень уважительно относится к людям, которые работают в этом жанре. И это свойство талантливого человека, а он действительно очень талантливый артист. Он на эстраде может все. Он замечательно читает монологи, он поет песни, даже сам сочиняет. Он умеет петь куплет, он умеет делать пародию, он играет на многих музыкальных инструментах. Он очень хорошо импровизирует, как клоун объездил с гастролями всю Европу. Причем на разных языках вел свою программу и всюду очень убедительно и с успехом. Он очень хорошо рисует и даже может на любое заданное слово придумать четверостишее. Он мало того, что хорошо рисует, он выпустил несколько книг и сам их иллюстрировал. И я хочу еще одну вещь добавить. Вы знаете, у него недавно был юбилей. Очень такой хороший юбилей, он очень хорошо его отметил. И сегодня он впервые выступает после этого юбилея. Все остальное он скажет вам сам. Итак, встречайте, заслуженный артист России, Геннадий Ветров. Друзья, каждый раз выступая, неважно в каком концерте, я люблю видеть лица. Я люблю видеть, когда люди улыбаются. Хотя, честно скажу, многие мои коллеги просят иногда зрительный зал затемнить, чтобы никого не видеть. И с другой стороны, это техника безопасности. Потому что, знаете, ты в настроении смотришь и нарываешься на такое лицо, понимаешь? Недавно у меня мужик сидел на первом ряду, смотрит из-под лобья на меня, ни одна лампочка не горит. Я на него весь концерт работал, на него старался его развеселить. Он бровью не повел. Ну, я захожу уже в гримерную, расстроился. Все, заходит этот мужик, встал так молча, смотрит на меня, не мигая. Я говорю, а что вам еще здесь надо, мужчина? Вы мне на концерте, говорю, настроение испортили. Он говорит, Геннадий, я без автографа не уйду, я ваш фанат. Я говорю, вы что, юрничаете, что ли? Я на вас смотрел, вы за весь концерт ни разу не улыбнулись. Он говорит, что вы? Я полтора часа хохотал внутренним хохотом. И вот так придет зрительный зал, который внутренним хохотом хохочет, да? А женщины ведут себя по-другому. Женщина — это другая планета. Недавно мне на одном концерте дама хохотала громче всех. Правда, не вовремя. Все смеются, потом я что-то рассказываю, она одна. И так раз десять. Я говорю, женщина, ну приятно, что вы смеетесь. Концерт юмористический. Но немножко не вовремя. Геннадий, не обращайте внимания, сижу свое, вспоминаю. Друзья, я хочу предложить вам новую миниатюру. На тему того, что меня в последнее время улыбнуло и улыбает. Я в соцсетях смотрю такой условный микросериал, в котором молодой парень лет 17-18 ходит по городу, и неважно по какому, с видеокамерой и микрофоном, и задает вопросы молодежи и подросткам. Старшеклассникам в основном, да, выпускникам школ, на общеобразовательные темы. Вот он отловил одного такого шкалера. Говорит, ты свободен сегодня? Он говорит, да я вообще свободен по жизни, что надо? Ответь на вопрос не думай. Он говорит, легко. Как звали отца Александра Сергеевича Пушкина? Он говорит, ну нифига себе, когда это было? Кто помнит два века назад? Ты что такие вопросы задаешь? Он говорит, ты внимательно вопрос послушай. Как звали отца Александра Сергеевича Пушкина? Варианты ответов есть? Это называется привет ЕГЭ. Говорит, ну есть. Александр, Ганнибал, Курмамбек и Виталик. Он говорит, ну всяк, а не Курмамбек и не Виталик. Ганнибал. Ты уверен? Говорит, уверен, что уже в школе не учился. Отловил он на улице такую модную девчулю. Фланирует такая фря из себя вся. Он говорит, могла бы сразу назвать самое теплое атлантическое течение. Она гольф-стринги. Ну одно дело, когда так отвечают на улице. Другое дело, когда так же отвечают на экзамены. Девочка учится на врача-ветеринара. Вытащила билет. Ее потряхивает немножко. Профессор говорит, ну зря волнуетесь. Ну хороший же вопрос. Вопрос. Внутреннее строение свиньи. Она говорит, это вам, ха-ха-ха, хороший. Там этой свиньи внутри столько намешано, напутано. Вообще не вспомнить. Профессор, ну я учила. Намекнитесь, с чего мне начать с простенького? Намекнитесь, с чего начать с простенького? Намекиваю. Начните со слепой кишки. Она говорит, да ладно. У нее что, есть кишки зрячие? И вы знаете, со стороны может показаться, да, что это подсадки. Актеры специально для шоу, да, работают. Я решил провести эксперимент на живом человеке. Сосед со второго подъезда. Зовут Леня, 17 лет. Говорю, Лень, ответил бы на несколько вопросов. Он говорит, для вас, Геннадий Анатольевич, любой каприз. Я говорю, кто такой Зержинский? С нашего района. Говорю, не-не-не, Зержинский, исторический персонаж. Он говорит, Зержинский. Зержинский, это, Зержинский, это, это что-то с оружием связано. Я говорю, а точнее, уж не он ли автомат Калашникова придумал? Говорю, Леня, пока вам все мимо. Давай попроще, кто такой Шварценеггер? Он говорит, то ли терминатор, то ли губернатор. Говорю, ну это уже ближе. Жюль Верн. Он говорит, знаю. Жареные грибы в чашечках. Мы были в ресторане, батя говорит официанту, неси четыре Жюль Верна на всю семью. Я говорю, погони не. Несъедобные грибы. Я говорю, Лень, ладно, какие знаешь океаны? Он говорит, а он что, не один? Я говорю, нет. Ну вы начните, а я подтянусь. Я говорю, ну подтягивайся. Тихий. Он, громкий. Я говорю, индийский. Он, чай? Я говорю, ладно. Какие планеты знаешь? Он говорит, с планетами проще. Планеты. Какие я знаю? Какие я знаю? В смысле я. Я говорю, ты, какие знаешь планеты? Он, Луна. Я говорю, хорошо. Допустим. Еще он. Так, Луну я назвал, значит. Луна. Это, это, ма-ма-ма. Марс. Я говорю, с ума сошел? Это же шоколадный батончик. Он лоханулся, что-то я не подумал. Конечно, Марс, это шоколадный батон. Марс, некий. Бауньки. В общем, Геннадий Анатольевич, пока только Луна. Я говорю, Лень, а как ты думаешь, Луна крутится вокруг Солнца? Или Солнце крутится вокруг Луны? Он говорит, Геннадий Анатольевич, сейчас такие времена. Кто как может, так и крутится. Я говорю, а что такое абзац? Он говорит, удивление. Я говорю, а сильное удивление? Полный абзац. Говорю, Лень, у меня от тебя, полный абзац. Он говорит, Геннадий Анатольевич, вы меня извините. У меня что, голова в мусорное ведро? Мне нафига это все знать? Зачем мне все это знать? Понимаешь, что если мне что-то надо знать конкретное, я загуглю, выгуглю, отгуглю и буду знать. Я говорю, понял тебя. Последний вопрос, иди домой. Кто эти люди? Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Пушкин и Лермонтон. Так поэты. Я говорю, уверен? Да, все шестеро. Я написал комментарий. У поэтов судьба непростая, думал Леха по кличке Гнедой. Хорошо, что я книг не читаю, потому я всегда молодой. Но прежде чем расстаться, он говорит, а я могу листик с собой забрать этот? Я говорю, тебе зачем? Надо. Я говорю, ну бери. Встречаемся через пару-тройку дней. Он говорит, Геннадий Анатольевич, я в шокусе. Я своей бабуле, АЕ-72, загадал все эти вопросы подряд. И она, не гуглясь, на все ответила с первого раза и ни разу не ошиблась. Я говорю, ба, в чем фишка? В чем секрет? Она говорит, никакого секрета внучек нет. Просто я училась в обычной советской школе. Писатель, юморист, который выйдет сейчас на сцену, настолько остроумный, что он придумывает анекдоты для нашего народа. Коротенькие такие, ну такие смешные. Он говорит, доктор, у меня надежда есть? Надежда есть, шансов нет. Вообще, он, видно, любит очень врачей. Он мне недавно сказал, говорит, представляешь, мне собака жизнь спасла. Я говорю, каким образом? Он говорит, ну я заболел, говорит, а собака не впустила врача в дом. Ну я посмеялся, потом вспомнил, что ни собаки нет, ни дома нету, у него квартира городская. Какая собака? Ну придумывает человек. Ну придумывает и хорошо. Поэтому мы его и приглашаем, чтобы он почитал вам, что он придумал. А придумывает он всем самым лучшим артистам нашей страны. Итак, Алексей Цапик. Встречайте его. Вот когда люди разводятся, им кажется, что в их жизни было все только самое плохое. Ссоры, скандалы, раздел имущества, детей, котов, собак. И самое радостное событие – это развод. Но ведь было еще и счастье. Рядом сопит теплая жена. Счастье. Любимый, я тебе сварила борщ. Счастье. Супруга пришла от подруги в три часа ночи. Теплая, теплая. Он ее укладывает спать. Она говорит, Витя, что над нами летает? Люся, спи. Витя, я негодую. Что над нами летает? Это муха летает. А почему она белая? Потому что она ночнушку одела и летает. Муж пришел с корпоратива, стал рассказывать жене, как танцевали барышни, приглашенные стриптизерши. Залез на стол, стал показывать. Потом стал показывать, как мужики совали им в трусики деньги. Жена так наступилась. Ты тоже совал? Говорит, нет. Я просто оттянул резинку и сказал, спасибо большое. У каждого из нас есть свои бзики. Вот у моей знакомой муж, когда моется в душ, он поет. На весь подъезд. Санта Голючая. Слуха нет. Ну, в детстве по нему слон оттоптался только так, и по ушам, и по всей голове. И соседи думают, что он орет, потому что она его бьет. Вторая пришла к психиатру, говорит, доктор, вы знаете, мой совсем что-то задурел. Набирает ванну воды, туда 30 уточек и 2 часа с ними молится. Психиатр говорит, а уточки живые, а то бы я взял парочку. Он говорит, я пластмассовую. Он говорит, пусть играется. Заберете уточек, приведет соседку. Соседка пришла к соседям, муж с женой обедают. Он говорит, Катя, заходи, ты представляешь, вот знаешь, что я ем. Это вообще обалдеть, меня жена как балует. Вот смотри, это суп из филе косули с ананасовым соусом и добавлена сюда цесарка с марципанами. Соседка села мимо стула, еле встала, вывела жену. Говорит, ты что, ему наставила рога, теперь типа извиняешься? Она говорит, да не, некогда было жрать, готовить. Я ему взяла кошачий корм, приготовила, развела. Многие женщины в себе не уверены. Одна в интернете написала, пошли на аттракционы, а там такой аттракцион, называется темная комната. Зашла, смотрю, вдруг гроб появляется, открывается крышка, выглядывает оттуда зомби какой-то, видит меня, раздается жуткий крик, он ложится назад и закрывает за собой крышку. Неужели я такая страшная? А все дело в том, что она не верит в себя. Она прекрасно понимает, что вот мужчины, он лег красивым и проснулся красивым. А женщина за ночь чуть-чуть портится. И ее надо подкрашивать. Недавно было по телевизору ток-шоу, одна женщина сказала чудную фразу. Мужики делают нас счастливыми. И чтобы отблагодарить их за это, мы должны только одно – тихонечко сопеть рядом. Мудрейшая женщина. Дай ей Бог здоровья.